Десятки людей прошли сегодня флюорографическое исследование в передвижном комплексе. Акцию на площади Ленина приурочили ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отметят 24 марта. Насколько действенны такие мероприятия, узнали мои коллеги. С началом работы передвижного центра в очереди почти 20 человек. Говорят, услышали по телевизору, прочитали в интернете. Время и место удобные, решили попробовать. Организаторы объясняют, нужны паспорт, желание и хорошее настроение. Полный комплект у Василия Юрганова. Пришел за 15 минут до начала работы. Оказался в числе первых. Услышал, по телевизору смотрел, реклама. Думаю, дай, пройду. А давно не проходили? О, забыла. Но вообще считаете, насколько... Надо, конечно, проходить. Узнать свое здоровье. По статистике, чаще приходят люди пожилые, но есть в очереди и ответственная молодежь. Я только год не проходила, а так я все время с 15 лет проходила. Считаю, что это очень важно делать. Флюорограф цифровой, снимки хранятся в базе, потом их обрабатывает рентгенслужба областной туберкулезной больницы. Результаты передают в поликлинику по месту жительства. Все ли в порядке, пациенту скажет участковая служба. Люди из других регионов также могут пройти диагностику. Важно только оставить контакты, чтобы могли передать результаты. Людей приходит достаточно, так как не у всех есть время элементарно сойти в поликлинику. Работа, дети, заболевания и прочее, прочее. Здесь можно по пути на работу зайти, сделать флюорографию, либо куда-то за ребенком в сад бежать, либо куда-то в кафе. На улице волонтеры приглашают прохожих. Чтобы люди не мерзли в очереди, рядом газель. Можно сделать флюорографию в первой поликлинике, по соседству. Там сегодня также принимают всех желающих пройти обследование. Вы знаете, это достаточно эффективно. Мы ставили свою передвижную установку на избирательном участке в прошлые выходные в Затоне. Мы посмотрели больше 100 человек, 115 человек у нас было. И выявили 10 флюороположительных. Это огромное количество на самом деле. Флюороположительные – это не обязательно туберкулез. У кого-то удается выявить другие болезни органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Результаты этой акции будут известны уже на следующей неделе. Наталья Цопина, Антон Мамаев, Новость ОТС.